Хорошо. Следующее, что мы с вами должны рассмотреть, это вопрос корректности использования логики. Логика – это инструмент. И всяким инструментом мы говорим, что есть область применения, есть ограничения, но есть и корректно-некорректно использование. Если вы забиваете молотком гвозди, то, как минимум, нужно молоток держать за ручку, а бить, собственно, молотком, а не наоборот, за молоток держать, а рукояткой гвозди забивать. Логика – это такой же инструмент, такой же молоток, которым мы пользуемся в нашей жизни. Давайте посмотрим, в чем же ограничение. Писание говорит «Оружия нашего воинствования не плотские, но сильные у Бога на разрушение твердынь. Мы сокрушаем умствование и всякое превозношение, восстающее против познания Божия». Это 2 Коринфянам 10, 4, 5. Перевод синодальный под редакцией епископа Касьяна. Мы, значит, на оружии нашего воинствования мы сокрушаем твердыню, разрушаем твердыню. Каким путем? Мы сокрушаем умствование и всякое превозношение, восстающее против познания Божия. Здесь противопоставляются две вещи – умствование и познание. Вот мы должны постоянно оставить себе этот вопрос – мы познаем Бога или умствуем? Потому что если мы умствуем, то мы не сокрушаем твердыню, а наоборот, сами же их помогаем укреплять, сами их созидаем. Умствование – греческое слово здесь «укомарон» – это предписательное использование логики. Вот мы заранее решили, что слово Божие должно значить, у нас есть своя доктрина, свое представление, свои догматы. И теперь везде, где мы об этом не читаем, мы тут же подгоняем то, что мы читаем в Писании под наши собственные идеи. Это если мы истолкование текста назовем экзегеза, то это будет эйзегеза. То есть мы не извлекаем из текста, а наоборот, пытаемся в текст впихнуть. И, к сожалению, очень часто мы это встречаем, даже когда правильные доктрины впихиваются в тот текст, в котором про это речи вообще никакой не идет. И этим мы лишь только расшатываем веру в правильные доктрины, потому что как только стоит разобрать текст и выяснить, что этот текст об этом не говорит, мы тут же, в общем-то, ставим под сомнение и все то, что мы защищаем. Ну, я уж не говорю изначально о ложных доктринах. Например, как-то один человек подошел ко мне и сказал, что я наконец-то понял, что Библия разрешает хиромантию, гадание по руке. Вот. И я говорю, ну этот ты откуда взял? Вот книги Иова, у меня показывает стих, где говорится, Бог налагает печать на руку человека, дабы были известны ему дела Иова. Вот печать на руке человека, вот эти все линии, человек может смотреть и свои дела все узнавать. Вот. Очень интересно. Особенно в контексте книги Иова, где, в общем-то, весь этот контекст идет, Бог задает Иова, спрашивает Иова один вопрос. Ты кто такой? Вот. И тут, значит, печать налагается на руки человека, вместо того, что руки человека ограничены, возможно, человек ограничены, дабы были известны человеку дела его, Бога. Но у человека уже, товарища, который к ним подошел, у него уже была своя идея, ему уже было, вот он увлекался хиромантией, ему уже было доказать, что с Библией это совместимо. Он увидел, вот, и как это же про хиромантию написано. Не будь такой вот идеей заранее у нас в голове, никогда в голову бы не пришло, что это написано про хиромантию. Но мы свои собственные идеи начинаем вставлять в текст. Вот это вот и есть то, что Лютер называл предписательным использованием логики, или то, что Павел называет умствованиями. Это когда мы наше понимание Библии основываем на человеческих идеях. Человеческие идеи, которые временные, которые относительные, которые подвержены ошибкам, ставим впереди вечного Слова Божьего. Ну да, потом, значит, естественно, то, что мы вытягиваем Слово Божье, оказывается не вечным, подверженным ошибкам, и мы удивляемся, почему же это так. Кстати, это судьба всякого либерального богословия. Догматы оказываются неправильными, после чего они разочаровываются в Библии и отходят от веры. Почему? Да потому что речь, что догматы-то вычеркнуты из Библии не на основании того, что говорит вечное Слово Божье, а на основании того, что ваша идея в него засунула. Познание же Гносиус Слово – это вспомогательное использование Божьего. Мы признаем, что Библия является Словом Божьим. Она содержит абсолютную истину, которую мы из него извлекаем. Конечно, мы применяем некие методы, грамматический, исторический контекст, культурный контекст. Зачастую мы путаемся и ошибаемся, потому что мы неправильно понимаем это. Например, в притче о неверном домоуправителе, что когда он говорит, что я копать не могу, простите, стыжусь. И, видите, человек этот, он чурался ручного труда. Не хотел руками работать. Мы не понимаем, а дело в том, что в культуре того времени слово копать было эвфемизмом, как бы заменой слова воровать. Дело в том, что, знаете, что есть же та самая высшая заповедь, которую Иисус сказал, самое главное. Слушай, Израиль, Господь, Бог наш, Господь, иди наш. Господь един есть. И люби, Господа Бога твоим, всем сердцем твоим, всем силой своими и всеми помыслами своими. И добуну слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоей, идя дорогою, и ложась вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и будут они повязаны глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего, на воротах твоих. Вот это высшая заповедь, на которую ссылается Иисус. И евреи что делают? Они берут, значит, свиточки. Смотрите, самое главное. Молитвой Шима, Шима Израил. И ее заворачивают в коробочку, кладут. И эту коробочку, значит, на лоб, на руку, и на, значит, на руке, наверное, называется филактерии, на руке или на лбу. И на косяках двери тоже, только такую коробочку придет, на косяки дверей называется Мезуза. Вот. Когда, кстати, Иисус говорит, что горе вам, фарисеи, бы вы увеличиваете хранилища свои, имеется в виду, не земнохранилища. А вот эти вот коробочки. Такую здоровенную, чтобы все видели какую-нибудь духовную, чем-нибудь, значит, ну. Вот. Так вот, на косяках двери Мезуза, священный текст. И воры боялись проходить, суеверия боялись проходить через дверь, дабы не упасть под проклятие. И они подкапывали. Помните, в другом месте буквально перейдет, что вор приходит и подкапывает. А, значит, хозяин овца входит через дверь. Вот. Так вот, когда это говорит, копать не могу, просить, скажусь, на самом деле у человека какие-никакие, но моральное представление есть. То есть он не может воровать. Он лукавый человек. Но своя какая-то вот мораль у него все-таки есть. Вот ему стыдно просить, и он, значит, принципиально не может воровать. То есть нам, чтобы понять это, нам нужно разбираться в культуре того времени. Вот. Ну, еще раз говорю, что мы будем о эвере с культурой говорить в воскресенье, на вечерней проповеди. Вот. А, ну, очень многие вещи просто в Библии непонятны, если мы не знаем. Но всегда мы все равно должны понимать, что первым должна идти Библия, а потом уже наша это угрома. То есть наше применение логики, оно вспомогательное. Мы при помощи нее из Библии извлекаем то, что оно значит. Именно поэтому мы это называем экзегезой. Извлечение из Библии, из текста его значения. И мы должны быть очень осторожны, чтобы мы свои заранее, заведомо наши идеи ложные, не пытались вписывать в библейский текст. Исайя 55,8-9 говорит. Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, так говорит Господь. Ибо как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше путей ваших. Обратите внимание, мои мысли не иные, а не выше. Мы созданы по образу и подобию Божьему. И наша логика, это лишь отображение, жалкое отображение его логики. Но утверждать, что наша логика к его логике вообще никак не соотносится, это будет ложная противоречность Библии. То есть мы лишь отчасти познаем, как через тусклое стекло, гадательно. Но, при всем при том, нам эта возможность дана, и мы можем ею пользоваться. Либеральный подход учит нас. Не пытайтесь этого понять. Умом это непостигаемо. Уже интересно, чем они это постигнут. Это надо почувствовать, пережить. Места знанию здесь нет. В то время как Библия задает людям, всякий раз призывающая к ответу, задает вполне конкретный вопрос. Разве не знаете? Разве не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не читали? Эту фразу в Библии, в моем, только несколько ссылок здесь переведено. Представьте, к Иисусу подходят книжники, люди, которые Тору знают наизусть. Каждую черточку, каждую, значит, закорючивать. Они подходят и говорят, а как же вот насчет развода, так, просим, дыр? Иисус говорит, вы что, не читали, что ли? То есть людям, которые знают все это наизусть, вот такой вопрос, вы что, не читали, это оскорбление вообще. Оказывается, что действительно читать-то читали, а понимать-то не понимали. Слова видят в книге, а о чем они, не разумеют. Деревья видят, а леса не видят. Библия, как раз, требует от нас понимания, чтобы мы разбирались, рассуждали, выясняли. Исайя 1,18. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряная, как снег, убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну, убелю. Исайя 7,9. Если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. Для веры нужно удостовериться. От Матфея 22,37. Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем душой твоим и всем разумением твоим. Римлянам 12,2. И не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением чего? Ума вашего. Дабы вам что делать? Познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная. 1 Коринфея 2,16. Ибо кто познал ум Господень, чтобы судить его? А мы имеем что? Ум Христа. Обратите внимание, не чувства Христовы мы имеем. Там не эмоции Христовы. Мы имеем ум Христа. Эмоции у нас еще остаются наши. Знаете, когда в автобусе кто-то наступает на любимую мозоль, но кто-то тут же двинет, кто-то обматерит, кто-то посмотрит с управляющим взглядом, кто-то благословит. Но первая реакция у всех будет одна и та же. Желание двинуться. Потому что наши чувства, все еще наш плотской человек все еще живет в нас. Но мы имеем ум Господь. И поэтому, хотя эмоции наши говорят, что надо двинуться, мы знаем, что нужно благословлять. И то, насколько мы растем в смирении, сейчас мы растем в смирении, квадратный круг, насколько мы уничижаемся в смирении, насколько мы уподобляемся Христу, в зависимости от этого мы вот эту неправильную, нехристовую эмоцию и сможем поймать как можно раньше. Либо уже сдвинуть, потом пожалеть, либо в последний момент удержать кулак или локоть, либо, когда она только еще вплескивается в тебе, тут же понять, что это не от Христа, и ее удержать. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.3wtvseminary.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok